Итак, мы будем говорить о рядах лорана. Ряды лорана. Что это такое и с чем их едят? Значит, формально это ряд сумма по n от минус бесконечности до плюс бесконечности с n на z минус, я тут посматриваю, какие обозначения я принял, z минус z нулевое в степени n. Вот я хочу обратить внимание на различия с рядами Т и лора, здесь суммирование проводится от минус до плюс бесконечности. Давайте поэтому попробуем понять, что будет в начале естественной областью сходимости. Я напишу так, кусок по положительным, ну не отрицательным степеням. Вот, и кусок по отрицательным степеням, которые я так напишу, c минус m на z минус z нулевое в степени m. И суммирование буду вновь ввести от единицы до плюс бесконечности. Прежде всего, такой уговор есть, такое соглашение. Мы говорим, что ряд лорана сходятся, если одновременно сходятся и ряд по положительным степеням, и по отрицательным степеням. Поэтому задаваться философическими вопросами на тему, что будет, если один расходится, второй расходится, а вдруг такое чудо случится, что все сойдется. На границе это может быть, но в такой канонической науке мы считаем то, что считаем. Теперь давайте попробуем осознать, что может явиться естественной областью сходимости. Ну вот, если говорить о первом ряде по положительным степеням, вот этот ряд, то его естественной областью сходимости будет являться какой-то круг с центром в точке z0, ну, радиус r большую. r, между прочим, может меняться от нуля, на самом деле, до плюс бесконечности даже. Такое бывает. Теперь давайте подумаем о втором ряде. Со вторым удобно сделать замену переменного. z минус z нулевое я обзову через греческую букву z. z, тогда второй ряд запишется компактнее, как z минус m на z в степени m. Ну, сумма по m от единицы до бесконечности. Ну, ряд уже по положительным степеням z, поэтому естественной областью его сходимости будет являться круг радиуса ρ. А именно, я специально ρ беру, а не ρ, сейчас и r маленькая появится. Вот этот второй ряд может сходиться в каком-то круге радиуса ρ. Но переменные связаны между собой довольно просто. Довольно просто. Ну, вот какая-то точка z нулевое. Давайте считать, что у нас круг радиус r радиуса конечного. Вот какой-то круг радиуса r большого я нарисовал. Если z в таком круге меняется, то единица на z минус z нуль по модулю будет меньше... Давайте я буду рассматривать открытое множество, границу не включая, меньше ρ. Ну, тогда очевидная выкладка отсюда показывает, что умножаем числитель, знаменатель, получаем неравенство единицы на ρ будет меньше, чем z минус z нуль по модулю. А что это такое? Это внешность круга радиуса единицы на ρ. Вот давайте я единицу на ρ обзову через r маленькое. Вот, r маленькое. Что же мы тогда получаем? Что в плоскости z второй ряд, вот этот, сходится не внутри круга, а во внешности круга радиуса r маленькая, которая есть единица на ρ. Ну, я его нарисую, у меня какой-то там яйцеобразный круг получился, но будем считать, что это круг. Я нарисую кружок поменьше радиуса ρ. Это вот радиус, простите, r. И дальше я использую а-ля Фистеховское правило, я штрихую то, что меня не интересует. Значит, меня не интересует внешность большого круга, то есть внутренность большого круга и внешность маленького. Ну, тут на самом деле игра трех параметров. А, да, двух параметров, двух радиусов. Какие ситуации возможны? Хорошая ситуация, которой мы будем заниматься. Это r большое больше, чем r маленькое. Тогда мы имеем дело с настоящим кольцом. Внутренний радиус r маленький, внешний радиус r большое, и вот это естественная область. Вторая область. Может такое чудо случиться, что r маленькое совпадает с r большим. Ну, тогда получается всего-навсего одна окружность, и это не входит в учебные программы. То есть заниматься-то этим можно, и народ этим занимается. Но это специальный раздел, который нами затрагиваться не будет, к сожалению, из-за небольшого числа часов. И, наконец, чудо такое случилось, что r большое меньше, чем r маленькое. Тогда область сходимости одновременно будет пустое множество, потому что внутренний радиус будет какой-то r большой, я уже в жанре миниатюра нарисую, а внешний радиус вот этот вот r маленькое. То есть у нас область сходимости не получится, так сказать. У нас внешность круга единица на r, то есть то, что нас должно интересовать, так сказать. Ну, а здесь будет внутренность круга. То есть у нас получается, что область сходимости – это пустое множество, потому что это должно быть пересечение области исходимости. То есть третий случай нас не интересует. И поэтому вот содержательный случай, которым мы будем заниматься, – это случай кольца. Причем r маленькое вполне может оказаться равным и нулю, так сказать. Такое тоже допускается. Это допускается, и вовсю будет допускаться, это мы скоро увидим, так сказать. Теперь несколько слов о том, что получается, если мы находимся с вами в предположении 1, вот это. То есть r большое будет больше, чем r маленькое. Тогда мы знаем с вами уже, мы люди подкованные, мы уже знаем, что сумма степенного ряда в круге сходимости – это будет аналитическая функция в круге r большое. Что можно сказать о функции написанной? Ну вот написанная функция будет аналитична во внешности круга радиуса r маленького. Почему? Какие пояснения? Дело в том, что если мы перейдем к переменной z, то по переменной z это аналитическая функция в плоскости z. Ну а замена, она очень хорошая, она не портит свойства аналитичности. Функции, дифференцируемые, таковыми и останутся. Мы к точке z нулевой не приближаемся, поэтому это отличная от нуля в знаменателе функция. И поэтому это выражение будет аналитично вот где. И сухой остаток состоит в том, что тогда весь ряд, который есть сумма по положительным и отрицательным степеням, эта функция будет аналитична уже в кольце. Но я пока подробно это напишу, а потом буду писать покороче. Вот r маленького, плохо, тут мне велели не писать, будет аналитична в области вот такой. Вот r маленького, z минус z 0 меньше, чем r большого. То есть функция будет аналитична в кольце, которое есть в сумме. Сухой остаток такой. Если у нас есть ряд по положительным и отрицательным степеням, конечно, могут допускаться все эти три ситуации, но третий мы просто не занимаемся в силу пустоты множества, второй из-за нехватки часов, занимаемся вот содержательным первым случаем, когда это будет кольцом. Ну, у вас то, что второй случай не рассматривается, не должно коробить, потому что это специальный вопрос граничного поведения аналитических функций. Есть такая классическая наука, но вообще наука, связанная с комплексным анализом, это старая наука, поэтому результатов там очень много, и в учебные курсы входит не так уж много всего, что наделано в этой области. Так, теперь все это, конечно, лирика, сейчас будет теорема настоящая. Итак, что мы знаем? Что если есть ряд по положительным и отрицательным степеням, то вот естественной областью является кольцо, и в кольце функция аналитична. Дальше спрашивается и задается вопрос противоположный. Хорошо, есть кольцо какое-то, и функция аналитичная в этом кольце. Верно ли, что она тогда представима рядом Лорана, то есть рядом по положительным и отрицательным степеням z? К счастью, это так. К счастью, это так, то есть круг замкнулся в плане том, что сумма ряда по положительным и отрицательным степеням в случае первом функция аналитичная в кольце, и обратно, если есть функция аналитичная в кольце, то она однозначно представима в виде своего ряда Лорана. Вот. Ну, давайте вот эту теорему освоим. Она в чем-то похожа на теорему, которая у нас была касающейся рядов Тейлора, но чуть-чуть длиннее она, так сказать, и мудренее доказывается. Ну, ненамного, но все-таки. Так, ну, поехали. Значит, у нас вот будет теорема. Теорема. Ее называют иногда теоремой Лорана, в честь Лорана. Теорема 1. Ну, сегодня большого количества теорем, наверное, и не будет. Иногда говорят теорема Лорана-Верштрасса. Ну, бог с ними, напишем Лорана только. Значит, пусть функция f от z, которую мы изучаем, она является аналитичной или регулярной, как я уже писал, в кольце r маленькая меньше, чем z минус z нулевое, меньше r большого. Это вот исходный посыл. Тогда функция f от z представима в виде. В каком виде? f от z у нас будет суммой сумма по n от минус до плюс бесконечности cn на z минус z 0 в степени n где cn вполне определенный вид имеют. Этот вид мы уже видели для рядов Тейлора. Ну, вот он такой же и для рядов Лорана. Причем любопытно, что здесь неважно, какое n положительное, либо отрицательное. Могу красивый интеграл в духе а-ля Мехмата нарисовать. Интеграл по окружности z минус z 0 равно ρ. Сейчас терпите, я скажу, что такое ρ. Здесь будет z минус... Опять плохо, что здесь пишу. Ну, ничего, там дальше будет лучше видно. Все равно эта формула будет повторяться много раз. Значит, интеграл такой. cn-то есть нормировочный множитель f от z до z, деление от z минус z 0 в степени n плюс 1 по окружности радиуса ρ. А ρ у нас будет сидеть любое причем. Любое ρ, которое сидит между r маленьким и r большим. На первый взгляд, это даже как-то удивительно, что вид коэффициента cn не зависит от выбора вот этого ρ. Можно поближе к r взять, можно маленьким, можно поближе к r большому. Результат будет всего... все равно один и тот же. n любое целое число. Так они вроде обозначаются. Вот такая теорема. Ну, в некотором смысле обратная теорема к тому, что я наговорил без теоремы. Если есть ряд по положительным и отрицательным степеням, то если есть содержательное множество, на котором есть сходимость, то это кольцо. И в этом кольце функция регулярна и аналитична. Тут вот обратный факт. Есть кольцо, есть функция. Тогда она однозначно представима в виде сходящегося ряда ряда лорана по положительным и отрицательным степеням. Ну, вот тут две части в доказательстве. Первая, она... Три даже, так сказать, я бы сказал. Но в основном-то... Первое это легкое начало. Мы покажем, что действительно от ρ ничего не зависит. Мы покажем, что вид вот этих коэффициентов от ρ не зависит. Значит, давайте рассмотрим 2 ρ. ρ1 и ρ2. В таких строгих неравенствах. Вот имеем право. Дальше я рассмотрю функцию вот какую. f от z поделить на z минус z нулевое в степени n плюс 1. Значит, и так. Надо какую-то картинку нарисовать, но в жанре миниатюры, значит, вот... Хотя миниатюра здесь не очень хорошо. Значит, вот это вот r большое какое-то. Ну, я r маленькое поменьше нарисую. Вот это вот r маленькое. Это r большое. А тут вот есть кольцо. Под кольцо такое. Ну, у меня тут... Они и так условно окружности, конечно. Вот это вот ρ1, которое поменьше, а вот это вот ρ2. То есть мы интересуемся внутренним вот этим вот кольцом. И наша голубая мечта показать, что результаты для вычисления коэффициентов для ρ1 и ρ2 совпадают. То есть они от ρ не зависят. Пафос состоит в том, что вот эта вот функция, которую мы изучаем, уж заведомо аналитично в нашем кольце. Вот давайте это я кольцо обзову через k r, r. Ну, кольцо... Хотя надо как-то писать r, так сказать, в честь rin, там какой-нибудь, но пускай будет k. Кольцо и кольцо. Мы патриоты, значит, в кольце. Функция аналитична, потому что z0 нас не пугает, мы от него отступили. Функция f таковой предполагается, так что все хорошо. И тогда по основополагающей тме куши интеграл по dk ρ1, ρ2, а k ρ1, ρ2 — это вот кольцо, зажатое между ρ1 и ρ2. Вот такое кольцо. Тогда интеграл по полной границе кольца f от z на z минус z0 в степени n плюс 1 он будет равен нулю. Но здесь идет речь о полной границе. Что такое полная граница кольца? Оно из двух частей состоит. Внешний радиус обходится супротив часовой стрелки, а внутренний по часовой стрелке. Потому что кольцо, не хочу здесь штриховать, но вот это внутреннее кольцо, оно должно обходиться так, чтобы оно должно слева от направления обхода быть. Так что внешнее это против часовой стрелки, а внутреннее — по часовой стрелке. Ну и по свойствам интеграла, это интеграл по окружности радиуса ρ2 f от z на z минус z0 в степени n плюс 1 минус, поскольку там по часовой стрелке, интеграл по окружности ρ1 f от z на z минус z0 в степени n плюс 1. Но разность двух величин равна нулю, значит, они совпадают. Значит, они совпадают. Это 0 могу стереть, это тоже могу стереть. Мы получаем тогда, что вот они совпадают. Ну а это есть не что иное, как z. z минус z0 равно ρ2. Ну а это то же самое равно ρ1. То есть они равны между собой, и поэтому неважно, какое ρ вот в этой формуле здесь для выражения коэффициентов брать. Я на этом сейчас сыграю. Так, ну вот доска пустая, значит, начнем с нее, потом придется, видимо, стереть. Это вот начинается второй шаг. В доказательстве, значит, что я сделаю? Я напишу, что f от z по интегральной формуле Каши у меня будет представима, как будет представима. Ну вот писанина некая есть, терпите. Вот в таком виде эта функция будет представима. Это есть, в свою очередь, единица на 2π на интеграл по окружности гамма ρ2 f от z от z от z от z от z от z Это интегральная формула Каши. Z здесь уже не Z0, а точка какая-то Z, которая вот этому кольцу между Ру1 и Ру2 принадлежит. Ну, формула эта есть, это интегральная формула Каши. И я сейчас вот чем займусь. Я займусь, да, и вот здесь, как ни странно, я напишу, что вот это вот F2 у меня будет. А это вот будет. Я сейчас буду устраивать разложение вот этих самых функций Ру1 и Ру2. А где буду раскладывать, скажу. Значит, ну, начнем с того, что писали раньше. Я пишу простейшее выражение. Затем его усложняю. И сейчас я буду заниматься вот окружностью гамма Ру2, на самом деле. Мы на ней будем сидеть. Так, ну, вот это к F2, где он не относится. Значит, здесь будет Z минус Z0 на 1 минус Z0 на Z минус Z0. Здесь единица, конечно. Такие фокусы мы писали. И Z бегает по Ру2 вначале. Дальше это и есть ничто иное, как сумма геометрической прогрессии. F никакой пока нет. Z минус Z0 в степени n на Z минус Z0 в степени n плюс 1. Сумма по n от 0 до бесконечности. Законность всех этих штучек я объясню, так сказать. Дело в том, что вот эта вот величина, которая здесь стоит, она по модулю меньше единицы, потому что Z минус Z0 по модулю это Ру2, а наша точка лежит в кольце Ру2. То есть вот этот модуль Z минус Z0 на Z минус Z0 это и есть ничто иное, как Z минус Z0 поделить на Ру2, которая строго меньше единицы. То есть это сумма сходящейся геометрической прогрессии. Прекрасно. Что я дальше сделаю? Такие фокусы я уже учинял и раньше. Я могу сослаться, конечно, на предыдущие разговоры про Реды Тейлора, но я не буду это делать. Я умножу обе части на F от Z. Вот здесь некуда помещать. И вот это вот на F от Z. А затем возьму и проинтегрирую по Z по этой окружности Ру2. Просто обе части этого выражения. Это у меня будет представление для F2 от Z. То есть вот здесь, видите, это F2, это F1. Это в честь окружности Ру2, это в честь окружности Ру1. Я пока занимаюсь Ру2. Умножаю на F и интегрирую. Тогда я получаю, что это нам уже не нужно. Тогда я получаю то, что и хотим мы получить, что F2 от Z у нас будет просто ничем иным. Да, умножаю на 2Пи, естественно. Это будет единица на 2Пи. На сумму я здесь уже выпишу так. Сумму интегралов от Z минус Z 0. Ну, давайте пока в таком виде. F от Z, конечно. Ну и дальше всю эту прелесть я могу записать, как сумму Cn на Z минус Z 0 в степени n. n от 0 до бесконечности. Где коэффициенты Cn у нас примут вид, который мы уже видели раньше для рядов Тейлора. Z на Z минус Z 0 в степени n плюс 1. Тут единица на 2Пи, естественно. Ну и по окружности Z минус Z 0 равно Ру2. Вот я получу этот вид. Но вид вот такой же, как мы здесь видим. Ну, то есть вместо Ру2, правда, Ру2 фигурирует. А так вид такой же. И мы пока рассматриваем n равное 0 и так далее, так сказать. До плюс бесконечности. Это вот что получается из первого интеграла вот этого. То есть мы разложили это в ряды вот таким вот образом, умножили на F от Z, проинтегрировали. Ну и получили, что F2 вот так представимо. Теперь аналогичную штуку я буду делать для функции F1. Ну, здесь мне нужно место. Я уже начну формулировку несколько корюжить. Ну, очень похожие выкладки, так сказать, на самом деле. Значит, вот F1 от Z это есть минус единицы на 2π на F от Z до Z на Z минус Z. И тут вот давайте поглядем. Z минус Z 0 будет рассматриваться по меньшей окружности радиус Ру1. И тут вот какой фокус. Значит, я могу взять знак минус, написать это так. В свою очередь минус я продолжаю таскать. Ну, совершенно аналогично, только Z и Z будут меняться местами. Тут вот, учитывая знак минус, это будет Z минус Z 0 минус Z минус Z 0. Тут вот, посмотрите, такая двойственность. Я за скобку вытащу Z минус Z 0. А тут в скобке у меня будет единица минус Z минус Z 0 поделить на Z минус Z 0. То есть Z и Z вроде как поменялись местами. Но вот это отношение также меньше единицы по модулю. Потому что у нас Z бегает по меньшей окружности, а точка Z сидит внутрях. То есть расстояние от Z до Z 0 больше, чем расстояние от Z 0 до Z. Поэтому эта величина по модулю меньше единица по тем же причинам, что и раньше. Ну и, естественно, это все разлагается в ряд. И тут давайте я такую букву L напишу. L от 0 до бесконечности. Z минус Z 0 в степени L на Z минус Z 0 в степени L плюс 1. О, какая штука получилась. Ну, вот эту часть, с вашего позволения, я сотру уже, так сказать. Она роль свою сыграла. Да, это тоже уже не нужно. Ну, почти все. Дальше я совершенно аналогично. Все это умножу на F от Z. Здесь F от Z. Здесь F от Z. Здесь F от Z. Это Вальц, пользуюсь теоремой о пижонский выражаясь коммутирования, операции, интегрирования и суммирования ряда в силу равномерной сходимости. И тогда у меня получится, что F от Z будет выглядеть так. Странно на первый взгляд. Громоздкое выражение. Сумма по L от нуля до бесконечности. Терпите. Z минус Z 0 в степени минус L плюс 1. Это вот я из знаменателя L плюс 1 вытащил так, со знаком минус. На интеграл от Z минус Z 0 в степени L. F от Z до Z. Интеграл по окружности Z минус Z 0 равно ρ1. Fine grade. А теперь, это я так специально говорю, я делаю замену переменных индексов. Минус L плюс 1. Давайте я обзову через N. L у меня менялась от нуля до плюс бесконечности. А тут я такую замену сделал. И L тогда будет выражаться в виде минус N плюс 1. Ну, очевидное там переписывание. Множили, разделили, несли, так сказать. И тогда, после такой замечательной замены, мы получим, что это будет сумма по N от минус бесконечности до единицы от Z минус Z 0 в степени N на CN. А CN будет иметь вид единицы на 2Pi на интеграл Z минус Z 0. Сейчас я отойду, равно ρ1. Но нужный вид оно и будет иметь. Будет иметь вид F от Z на Z минус Z 0 в степени N плюс 1. О, какой ужас получился. Ну, давайте теперь, значит, осознаем. Вот это мы честно получили так же, как и раньше, умножая на F от Z и интегрируя. Ну, вид такой непривычный. Степень тут отрицательная. Здесь тоже какая-то там степень положительная уже. Как же выйти из положения? Мы делаем просто замену переменных в индексе, так сказать. И тогда первая скобка перейдет просто в Z минус Z 0 в степени N, но N отрицательная. А тут будет CN получаться, который был равный 2Pi на интеграл по окружности радиуса ρ1. Глядем на этот вид и на то, что у нас продекларировано, и видим, что вид один и тот же. Но N уже отрицательная. А в самой теореме было неважно, какой N положительный или отрицательная. Последнее, что остается приговорить или сказать. Ну, вы можете сказать, что типа, как же так? У нас там вот окружность представления F2, окружность радиуса, она уже не очень сохранилась, радиуса ρ2, а здесь окружность радиуса ρ1 для функции F2 окружность радиуса ρ2 для функции окружность ρ1. Но тут я могу сказать ха-ха, а мы перед доказательством вот этих разложений с вами выяснили, что неважно, какое ρ брать. Можно брать ρ1, можно брать ρ2, интегралы все равно совпадают между собой. Так что можно взять и ρ1, и ρ2, равные ρ какому-то, поскольку независимость от ρ уже установлена. И тем самым мы получаем, ну, замечательную, незамечательную, настоящую теорему Лорана или Лорана-Верстрасса о том, что функция аналитичная в кольце, однозначным образом в этом кольце представима в виде своего ряда Лорана, где коэффициенты cn имеют такой вид. Но в случае положительных n, в случае положительных n это совпадает с теми коэффициентами, которые у нас были для рейдовта и лора. Ну, иногда такую фразу употребляют, что ряды Лорана это некоторое обобщение рядов Тейлора, но это не совсем, наверное, точно, потому что ряды Тейлора это ряды Тейлора. Функция аналитичная в круге, однозначно в круге, представима своим умом. Здесь функция в кольце. Вот. Она представима однозначно, и вот коэффициенты таким вот образом выглядят. Что я планирую дальше делать? Сейчас скоро будем учинять перерыв. Следующая будет очень простая. Да, и по самому способу построения это единственное разложение, конечно же, у нас получается. Потому что коэффициенты вполне однозначно определяются самой функции подинтегральной. То есть разложимость, она единственна в этом случае. Вот. Будет простенькая лемма о оценке коэффициентов ряда Лорана, и затем такая теорема еще одного французского математика по фамилии Лю Виль. Ну, французы, они традиционно были сильны в математике, да, они и сейчас очень неплохи. Значит, и поэтому... Ну, давайте так. Наверное, лему до перерыва название длинное, а результат предельно простой. Но полезный, как мы увидим, он будет еще несколько раз использоваться и важную роль играть. Он бывает так. Это вот неравенство каши для коэффициентов ряда Лорана. Нужен такой. Ну, вот это все-таки давайте лемма пускай будет. На теорему это как-то не тянет. Пусть вот, пусть функция f от z она аналитична или регулярна в кольце r маленькое и r большое. Это кольцо, я лишний раз не буду переписывать, писалось уже несколько раз, что такое кольцо. Известно, что для любого ро такого, что ро сидит между r маленьким и r большим, функция f от z допускает оценку. m от ро для любого z такого, что z минус z 0 равно ро. Ну, то есть, значит, есть кольцо, это вот r большое, это r маленькое, и здесь какой-то ро вот есть между ними сидящий. И на окружности радиус ро центром в точке z 0 вот такая оценка выполняется. m положительная константа. Тогда модуль коэффициента ряда лорана допускает оценку m от ро поделенную на ро в степени n. Доказательства. Доказывать тут практически нечего. Почему? Потому что мы знаем, что такое коэффициент ряда лорана. cnp, это и есть единица на 2pi на интеграл z минус z 0 в степени ро f от z на z минус z 0 в степени n плюс 1 d z. Ну, запараметризуем окружность радиуса ро у нас z равно ро на e в степени и φ тогда d z у нас будет равно и ро на e в степени и φ d φ и и я вот эту всю прелесть сейчас подставлю в выражение для cnp. Вот. Ну, раз мы перешли к новым переменам, у нас φ бегает от 0 до 2π. Значит, давайте заменять переменные. единица на 2pi здесь будет здесь будет у нас интеграл от 0 до 2π стоять. Здесь будет стоять f от ρ, ну, z нулевое плюс ρ на e в степени и φ. в знаменателе будет z 0 сократиться, будет стоять ρ будет стоять ρ в степени n на e в степени и n φ ρ в степени n, простите, плюс 1 на e в степени и n плюс 1 φ. Это я просто тупо подставляю. Дальше d ρ. Значит, здесь будет и у нас получаться и, кстати, сократиться на ρ на e в степени и φ. d φ. Ну, просто вот подстановка и подстановка, никакой науки, в общем-то, нет. Поскольку имеет место равенство, то имеет место равенство и для модулей, естественно. Ну, а теперь поехали оценивать. Это ведь у нас f бегающее, аргумент бегает по окружности радиуса ρ с центром точки z0. Значит, ну, e в степени и φ, e в степени и n φ, это по модулю единицы равные величины. Значит, тогда что мы получаем? Мы получаем, что это не превосходит m от ρ, потому что это не что иное, как f от z0 плюс ρ на e в степени и φ. Вот это не превосходит m от ρ. дальше выносится из-под знака модуля n плюс 1. Тут у нас еще сидит 2π, но то, что остается, это интеграл от единицы, интеграл от единицы, ну и вот ρ здесь, видите, еще один есть. остается 2π. 2π и 2π сокращается, ρ сокращается и получается m от ρ поделить на ρ в степени n, что и декларировалось. То есть, интегралы, то есть, коэффициенты в разложении в ряд лорана допускают вот такую симпатичную оценку. Очень простое утверждение, которое, в общем-то, так сказать, ну не тянет это на теорему, это примитивная оценка. Просто подставили, запарметризовали, оценили. Тащили модуль под знак интеграла, вынесли все, что можно вынести и оценили. Вот получили такую оценку. Ну вот из этой оценки будет некая теорема Лювиля вытекать, о которой я поговорю лучше, наверное, после перерыва все-таки, так сказать. Теорема Лювиля и вот давайте ее и будем сейчас осваивать. Иван, можно начинать тогда, так сказать. теорема Лювиля. Но это теорема 2, наверное, нашей встречи. Она гораздо проще, короче, чем теорема 1 Лювиля. Прежде чем ее формулировать, надо одно слово истолковать. В формулировке оно встречается. Ну вот напишем ОПР, что ли, патриотично. Функция комплексного переменного, разумеется, так сказать, называется странное название целой, целая функция. Можно подумать, что есть нецелые, но нецелых не знаю, но вот есть целые. Если просто F от Z аналитично во всей комплексной плоскости открытой, на бесконечности она может и не быть аналитичной, но я про это не особенно говорил, что значит аналитичность на бесконечности, но скоро буду говорить. значит она в любой конечной точке комплексной плоскости является аналитической функцией. Она аналитической функцией является. Значит, реформулировка теорема Левиля она простая. Пусть F от Z это целая Cя, мы уже знаем, что это такое, аналитично во всей комплексной плоскости, такая, что для нее выполнена оценка. F от Z по модулю не превосходит с тем, чтобы не сбивать тут обозначение. Напишу так, C на единица плюс модуль Z в степени N большое, где N фиксированное натуральное число. Не для любого N, а просто вот существует такое N, что такая оценка выполняется. То есть, она растет не быстрее, чем Z в степени N. Ну, зачем я тут присокрупил единицу? Понимаете, если бы я этого не делал, то могло бы сложиться впечатление, что в нуле в точке 0 она ведет себя очень гладко, что она не превосходит Z в степени N. если Z маленькая, Z стремится к нулю, то тогда это ограничение дополнительное на функцию, которое не надо накладывать. Вот такая только оценка. Справедливо. Тогда F от Z это ни много, ни мало многочлен степени меньше, либо равны N. То есть мощный вывод делается, что F от Z это есть PN T от Z. Ну, N может быть меньше, чем N большое, но я уж тут все степени напишу. какое-то там A нулевое Z в степени N плюс A1 Z в степени N минус 1 плюс и так далее плюс N Ну, тут величина может быть и меньше N на самом деле, но больше не может быть. Важно, что многочлен степени не выше, N. Так, ну и вот мы будем вовсю опираться вот на это неравенство для коэффициентов ряда Лорана в доказательстве этой простой теоремы. Все бы теоремы так легко доказывались. Увы, это будет не так. Значит, ну поскольку F от Z целая функция, то F от Z представима в виде чего-кого своего ряда тут даже не надо Z минуса писать, Z в степени N я напишу ряда Ти Лора. Но N меняется от единицы до бесконечности. Вообще-то говоря, так сказать. Никаких особенностей нет у функции, она аналитична навсюду. И речь идет о кольце от нуля до бесконечности. Радиус сходимости тут вот бесконечности. Но это многочлен. То есть, не многочлен, это целая функция. Вот целая функция всегда так представит. Любая целая функция, она не имеет особенностей. Ну и, следовательно, она разложима в свой ряд Ти Лора, где коэффициенты ЦН, я напрасно стер их оценку, но можно и восстановить. ЦН не превосходит М от Ро на Ро в степени Н. Прекрасно. Значит, давайте в терминах Ро, Ро у меня будет модулем З. Перепишем, что нам дано. Нам дано будет то, что наша функция Ф Ро Е в степени и Фи не превосходит и глядем на то неравенство, которое написано. Меньше либо равно С на единица плюс Ро и все это в степени Н. Суб по Фи, который меняется от нуля до 2 Пи. Вот это вот есть Эмма Тро. Эмма Тро это оценка на окружности радиуса Ро. Вот она по условию такая, как я написал, это условие теоремы. Ну тогда отсель будет вытекать, что СН в нашем случае будет не превосходить С на единица плюс Ро в степени Н поделить на Ро в степени Н. Правильно? Правильно. Ну, прекрасно. Теперь вот немножко необычное предположение, пускай у нас Н будет больше, чем Н большое. Обычное большое, больше Н маленькое. Ну, пускай, пусть у нас Н глядем на это неравенство. Тогда мы получаем, что если Н маленькое больше, чем Н большое, то вот эта вот прелесть сейчас стремится к нулю при Ро, стремящемся к бесконечности. Ну, дальше я задам такой сакраментальный вопрос, что же это за константы, которые стремятся к нулю при Ро, стремящемся к бесконечности. Единственная возможность для них это быть равными нулю. Значит, мы тогда получаем, что все ЦН равны нулю для Н для Н маленького больше Н большого. И, значит, в нашем представлении формально вначале был ряд от единицы до бесконечности, но реально это будет Н большое. Ну, а стало быть, это многочлен степени не выше Н. Ну, в других обозначениях переписан, но неважно, это многочлен степени не выше. Вот, если вот, простое утверждение об оценке коэффициентов плюс определение целой функции и вывод, вывод довольно такой серьезный. Если целая функция растет не очень быстро, то она ничем иным, как многочленом, быть не может. Многочлены так могут расти, да, но ничего другого в нашей ситуации уже не дано. Так, а теперь я перехожу немножко не то, чтобы к другой части, я продолжаю говорить. Это изолированные особые точки однозначного характера. Что это такое, я буду соответственно пытаться излагать. Ну, сколько успею за сегодняшнюю встречу, столько успею. вот, вот даже скрепка тут нашлась. Ну, вначале определение, а потом, собственно, вопрос, вопросы, которые мы будем задавать себе, так сказать. И вот тут один нюанс есть, в коем я по изложению несколько отличаюсь от того, что читает Леонтьева. до того, да, конечно, могут быть немножко разные обозначения, но в целом очень похоже все. У нас структура с ней курсов близки. И очень даже близки, а вот если брать поток Икрамов, то мы очень сильно отличаемся. И она, и я от того, что читает Икрамов, мы отличаемся сильно. Ну, имеем право. Он начинает с элементарных функций, и потом вот такую общую часть он читает позже. Каждый из подходов имеет право на существование. Да. Так вот, это изолированные особые точки изолированные длинно напишу первый раз изолированные особые точки однозначного характера. Видите, жутко длинное название. Это иотохи так называемые. Ну, вот, если, скажем так, условно говоря, себя не перехваливать и говорить реально, о чем мы будем говорить в дальнейшем, это вот что. И будут скоро интегралы, и будем интегралы от функций считать, и даже на лекции я буду считать какие-то интегралы. Ну, для оживляжа нарисую страшную физиономию, это вот наша область G будет. Сейчас пока минут 5 лирики перед тем, как я начну давать аккуратное определение. Значит, вот типичная картина, с которой мы будем иметь дело, будет состоять вот в чем. Есть область G. Ну, начнем с ограниченных областей, хотя будут и неограниченные тоже рассматриваться. И внутри области G есть точки там А1, А2, АН плохие точки. То есть функция F будет аналитична в области G минус какое-то объединение по К от единицы до Н плохих точек, в которых аналитичности не будет, регулярности не будет. Если бы точек этих плохих не было, то интеграл по замкнутому контуру от аналитической функции будет 0, это основополагающая теорема Куши, с которой мы начинали. Первая теорема, ну, вторая теорема, так сказать, Куша, первая это было необходимое достаточное условие дифференцируемости там с условиями Каши-Риммана, вторая вот эта. И я вас не обманывал, на основе этой теоремы вытекла интегральная формула Каши плюс интеграл типа Каши и дальше вот разложение все на основе, в основе лежала эта самая формула. А здесь немножко другой посыл, внутрях есть плохие точки. И наша голубая мечта посчитать, ну, это вот контур гамма, который есть граница области G, интеграл по контуру гамма от F от Z до Z. На самом деле, опять-таки, это выглядит как какая-то абстрактная задача, кому она нужна, но на самом деле реально в приложениях масса задач, которые к таким сводятся, но в курсе я не успею, наверное, об этом подробно сказать, но что-то там такое скажу. Ответ будет совершенно замечательный. Это будет 2 АПИ на сумму так называемых вычетов в плохих точках функции F и будет меняться и будет меняться от единицы до N. Что это такое, мы пока не знаем, хотя теперь уже на самом деле знаем. Это будут не что иное, как коэффициенты С в минус первой в разложении в ряд лорана в окрестности каждой из этих точек. То есть, посмотрите, вот голубая мечта, к которой мы должны приблизиться. Интеграл по замкнутому контуру считается очень просто. Это 2 АПИ на сумму коэффициентов С в минус первых в разложении в ряд лорана функции в окрестности каждой из точек. До этой теоремы мы сегодня не дойдем и, может быть, в следующий раз еще не очень дойдем, но скоро уже дойдем. Значит, теперь какое отношение к этому имеют изолированные особые точки? Вот А, они такие и есть. Что мы будем делать? Мы будем окружать вот эти вот плохие точки кружками маленького радиуса с тем, чтобы они не пересекались. И каждая из точек вот этих берется, то это у нас есть проколотый круг. То есть выбрасывается плохая точка, а внешний радиус какой-то. Мы находимся на самом деле в условиях теоремы лорана. Значит, точка изолированная, то есть есть такая окрестность, что в ее окрестности есть такая окрестность, что в нее в эту окрестность никакие другие плохие точки не попадают. И это вот изолированность. А однозначный характер означает то, что функция рассматриваемая в окрестности этой точки однозначно. То есть одному значению аргумента отвечает единственное значение функции. Вы можете сказать, а другого-то и не бывает. В комплексном анализе очень даже бывает. Я могу вам нарисовать функцию единицы на корень нтой степени из z в окрестности в окрестности точке 0 находится н корней вот этой самой функции. Она н-значна. Поэтому вот это мы не будем рассматривать. Такой хоккей нам не нужен. Функции многозначные не будут сейчас рассматриваться. Только однозначные пока функции. Ну а дальше в чем дело? Мы начинаем навешивать определения. Это вот были голубые мечты, бог с ними. Мы сейчас хотим уцепиться за отдельно взятую точку и попробовать всю меру плохизны поведения в окрестности этой точки охарактеризовать. Что может быть? Я начну с конечной точки a a и c. Это не бесконечность, а конечная точка. Ну и вот первое определение. Мы говорим, что a это изолированная особая точка однозначного характера и мы определяем a как устранимую точку. Устранимая точка. Определение очень простое. Это просто существует конечный предел при z стремящемся k f от z. Это не значит, что функция f определена в точке a. xample. Вы рассматриваете, например, функцию sin z поделить на z и в качестве a точку 0. В самой точке 0 функция не определена, но она имеет конечный предел равный единице. Конечно, вы можете сказать, что это первый замечательный предел, но это не совсем так. То есть первый замечательный предел никто не отменял, но речь идет о том, что мы рассматриваем функции комплексного переменного, и если вы возьмете разложение функции sin z в ряд, после деления на z вы получите, что конечный предел будет существовать. Это вот устранимая точка. Второе это a полюс. функция функция полюс, если существует предел f от z при z стремящемся к и он равен бесконечности. Комплексные числа не упорядочены, поэтому я не могу здесь писать плюс бесконечность, минус бесконечность, просто бесконечность. Тут будет еще уточнение. Так вот пример такой функции очень простой, например, единица поделить на z в какой-то степени n. Естественно, предел ее при z стремящемся к нулю будет равен бесконечности. Если мы рассматриваем точку a опять-таки 0, a 0 и здесь и здесь, при z стремящемся к нулю наша функция стремится к бесконечности. И третье а существенно особая точка тогда хуже всего, тогда не существует предела f от z при z стремящемся к ни конечного, ни бесконечного. Не существует ни конечного, ни бесконечного. Ну, какой-нибудь примерчик. Ну, например, функция равная e в степени единицы поделить на z. Вот точка z для нее существенно особая точка, хотя бы потому, что если мы рассмотрим сужение нашей функции на вещественную ось, мы будем иметь дело с функцией единицы на x. И если мы приближаемся к нулю справа, то наша функция со страшной силой стремится к бесконечности, а если мы x отрицательные рассматриваем, приближаемся к нулю слева, она стремится к нулю. Но тогда при z стремящемся к нулю никакого предела существовать не может. Потому что если предел существовал, то тогда предел по разным направлениям совпадали друг с другом. были равны и совпадали друг с другом. Здесь ну вот существенные к слову сказать существенно особые точки наиболее трудные для изучения. Они в окрестности существенно особых точек функция сложнее всего устроена. Здесь она примитивно устроена. Здесь чуть-чуть посложней, ну а в случае существенно особой точки уже совсем непросто. вот здесь я несколько отличаюсь от Леонтьевой Татьяны Алексеевны. И вот чем. У нее другие немножко определения вот этих особых точек она их сразу дает в терминах в разложении функций в окрестности особой точки в ряд Лорана. А я вот решил естественно дать определение в терминах самой функции определения Лорана потом. Теперь вот не потом а уже сейчас. Так я гляжу на часы я допускаю что самую главную теорему по поводу полюса я не обсудю но это не страшно сейчас мы ни от кого не отстаем и даже опережаем значит преамбула давайте я так взрыхлю почву как я говорил уже проколотый круг это частный случай кольца внутренний радиус равен нулю ну внешний какой-то тогда наша функция как мы только что освоили с вами разложима в виде своего яда лорана n от минус до плюс бесконечности cn на z минус давайте я а буду писать в степени n зачем нам какой-то z0 вот это вот разложение как мы знаем можно расписать как n от нуля до бесконечности cn на z минуса в положительной степени n плюс плюс c минус m на z минуса в степени m сумма по m от единицы до бесконечности а конечная точка с бесконечности я пока не вожусь так вот это вот выражение называется правильный правильный это правильная или регулярная часть разложения в ряд лорана по положительным степеням а вот это вот главная часть разложения в ряд лорана но тут тот самый случай когда русский язык в известном смысле адекватно отражает суть дела z конечная конечная точка z не стремится что является главным в поведении вот этих вот выражений ясно что нижнее когда у нас отрицательная степень если z приближается к то это выражение может стремиться к бесконечности а это благополучно существует и оно будет иметь конечный предел c нулевое при z стремящемся к то есть это правильная часть или регулярная часть вот а то что вот ниже написано это главная часть и теперь я значит начну доказывать три теоремы ну одно-то точно я успею обсудить вторую в лучшем случае наверное сформулировать хотя посмотрим есть место подвигу значит что я сейчас буду пытаться делать пытаться отвечать на вопросы вот какие да с одной стороны вот есть определение с другой стороны это медицинский факт функция разлагается в ряд лорана вопрос как реагируют коэффициенты ряда лорана на характер особенностей вот можно ли что-то сказать о коэффициентах ряда лорана когда у нас устранимая точка или можно ли что-нибудь о них сказать когда а полюс и что можно о них сказать когда существенная точка существенно особая точка причем характер утверждений будет такой тогда и только тогда ну вот начнем поехали теорема ну она там какая-то по счету но я склонен назвать ее снова теоремой один потому что это тема другая изолированные особые точки однозначного характера ну его давайте так я напишу и атох а принадлежащая С это конечная точка является устранимой особой точкой и вот теперь поглядем это критерий тогда и только тогда это ценные в математике всегда утверждения двусторонние тогда и только тогда когда главная часть разложения в ряд лорана ну равна нулю или отсутствует но отсутствует значит равна нулю отсутствует то есть вот этой части нету вот тогда хорошо тогда это устранимая точка причем тогда и только тогда Леонтьева дает определение устранимой точки это такая точка в которой отсутствует главная часть разложения ряд лорана и все а я видите вначале даю определение а потом независимо доказываю вот это утверждение так ну сами определение я сотру но в этом небольшое отличие оно не такое существенное нет оно может быть существенно на экзамене так сказать потому что там преподаватели настроены на ее определение ну не волнуйтесь проблем не возникнет с этим так ну в одну сторону необходимость что значит мы должны показать мы должны показать что а это устранимая особая точка от сель вытекает что все c минус mt равны нулю то есть вот этих слагаемых нету то есть главная часть отсутствует значит коэффициенты в разложении главной части равны нулю что мы знаем существует конечный лимит при z стремящемся к функция f от z ну вот это предел а и он конечный ну вас тогда учили что если функция имеет в точке конечный предел то найдется такая окрестность этой точки что функция f от z будет ограничена в этой окрестности ну на прямой эта теорема была на прямой на первом курсе первом семестре матана но она справедливая для функций конечно комплексного переменного если функция имеет конечный предел то по определению предела она ограничена в окрестности точки если предел конечный дальше вспоминаем оценку коэффициентов ряда лорана там у нас было m от ро а здесь у меня будет просто m независимая от ро вот оценка это оценка коэффициентов ряда лорана которая только что была ну тогда у нас такая оценка справедлива ну пускай у нас n отрицательно тогда делается глубокий вывод что n равно минус минус модуль n хорошо сказал да и что мы видим если у нас ро стремится к нулю то вот это вот выражение стремится к нулю значит тогда мы получаем отсель что коэффициенты cn будут равны нулю для отрицательных n но это то же самое что у нас в данном случае все c минус m равны нулю еще раз вот оценка она универсальна она от n не зависит n положительное или отрицательное но если оно отрицательное то удобно обозначить это как не обозначить а записать n как минус модуль n модуль всегда положительное тогда получается что коэффициенты это числа таковы что они стремятся к нулю прирост стремящимся к нулю но поскольку это константы то ничего другого кроме констант кроме нулей у нас не может получиться то есть это будут обязательно нули это будут обязательно нули ну и тогда мы получаем в одну сторону необходимость если это устранимая точка то главная часть отсутствует теперь мы хотим в другую сторону это осваивать в другую сторону это осваивать у нас отсутствует главная часть вот этого вот этой прелести уже нет но наша функция представима в виде суммы ряда вот такого тогда очевидно ряд только по положительным степеням но мы знаем что степенной ряд дает и является собой вот эта функция под z можно ее перевозначить через z от z это функция аналитическая в круге радиуса какого-то там центром в точке а но если у нас есть функция аналитичная аналитичная в круге то тогда естественно существует конечный предел функции f от z все это конечный предел в этой точку в этой точке ну и следовательно наша функция в этой точке какой характер имеет особенности это устранимая точка устранимая особая точка откуда откуда берется термин устранимая эту точку устранимую можно устранить если мы доопределим функцию f от z доопределим в точке а значением предела лимита лимита то мы тогда получим с вами непрерывную функцию в самой точке а то есть и более того она будет не просто непрерывная она будет аналитична то есть точка устранится если конечный предел существует доопределяем функцию значением предела в этой точке и получаем что функция представима в нарисованном виде предел ее f от z при z стремящемся к точке а будет равен как раз коэффициенту c0 это конечная величина и функция наша будет непрерывна что такое непрерывная функция это такая что предел ее в точке совпадает со значением в этой точке но мы доопределяем ее значением предела то happy совпадение есть значение функции значением предела функция непрерывная и более того поскольку она представима в виде суммы сходящегося степенного ряда то эта функция будет аналитическая и в этом смысле вот эту устранимую особую точку с ней бороться просто ее можно устранить определив функцию значением предела это вот первая простая теорема касаемая устранимых точек основные силы конечно потребует теорема связанная с полюсами я могу ее только сформулировать одна формулировка всю большую доску займет но повторение там чья-то мать давайте я все-таки отработаю номер до конца это теорема которая будет в следующий раз осваиваться она посложнее она более громоздкая ну пускай формулировка помаячит лучше запомнится это вот теорема 2 новой нашей части теорема 2 пусть а это и атох изолированная особая точка однозначного характера ну функция значит у них то есть у нее никаких особенностей в окрестностей нет точка однозначного характера тогда следующие утверждения эквивалентны их три штуки будут три утверждения первое а полюс но это коротко второе функция главная часть разложения цвеи в ряд лурана ну в окрестности этой точки содержит только конечное число то есть функция то есть функция f от z у нас представима в виде n от минус p до бесконечности cn от z минуса в степени n и что существенно что коэффициент c минус p c минус p отличен от нуля то есть главная часть разложения в ряд лорана содержит только конечное число членов то есть видите суммирование здесь начинается не от минус бесконечности а от минус p и c минус p это равен нулю вот ну и третий пункт кому все эпивалентно это функция f от z представима в виде φ от z на z минуса в степени p где φ от z это функция регулярная в окрестности точки а или аналитичная в круге с центром что очень существенно φ от а отлично от нуля да ну вот такая теорема ее за пять минут я при всем своем умении не берусь рассказать если не халтурить я могу только наметить стрелками в каком духе мы будем рассуждать надо показать что все эти три пункта эквивалентны между собой мы установим что из один это самый трудный переход будет вытекать три ну из три один более-менее очевидно потому что если функция в таком виде представима и предел в числителе отличен от нуля знаменатель стремится к нулю отношение стремится к бесконечности то есть вот это самый трудный переход вот это дешевенький переход легко мы сделаем и вот это не сложные переходы очень вот такая будет последовательность ну тут можно устно даже в известном смысле думаться как из третьего следует второе из второго третье например из третьего второго мы раскладываем функцию фи от z в ряд тайлора там аналитичность есть она и делим на z минуса в степени p ну и тогда в результате деления у нас получится что и в цен c минус p это будет как раз фи от а которая отлично от нуля разложение получится ну и с второго третья тоже не сложно потому что приводя к общему знаменателю вот это разложение мы получим нужное представление ну конечно с корговоркой говорю но это не хитро ну как я сказал уже из 3 1 тоже легко получается потому что числитель в 0 не обращается знаменатель стремится к нулю и поэтому получится то что получится а вот из 1 3 это надо работать это содержательное утверждение мы знаем лишь только что функция имеет своим пределом бесконечность и норовим получить вот такое представление ну вот тут появилось некое число натуральное p p называют порядок полюса ну эта величина характеризует что как быстро стремится в бесконечность функция при стремлении z к числу а ну вот если p равно единице одним образом если p равно двойке то уже быстрее потому что 0 более высокого более высокой кратности ну чем больше p тем быстрее функция f от z стремится к бесконечности при приближении к точке а соответственно так что это такая числовая характеристика в самом определении полюса она не фигурирует ну точка в которой функция предел функции который равен бесконечности в этой точке а тут вот видите вот эту теорему мы с вами я надеюсь доживем освоим в следующий раз потом будет теорема существенно особой точки хотя я пугал ею и говорил что это самый сложный тип точки что там деликатнее это так но сама теорема довольно простая будет так сказать о существенно особых точек ну а дальше потихонечку перейдем к вычислению интегралов ну за всем все спасибо спасибо